Дорогие друзья, я хочу ответить один вопрос, который так или иначе возникает в комментариях под многими проповедями. Причем неважно, на какую тему та или иная проповедь, некоторые верующие, видно, этот вопрос их очень сильно будоражит, они пишут мне, пастор, почему у вас жена проповедует, почему у вас жена пастор, разве может быть женщина пастором, разве может женщина чему-то учить в церкви, а как же слова знаменитые апостола Павла, что нельзя, учить жене не позволяю, почему у вас нарушение такое. Казалось бы, вроде бы на эту тему так много всего сказано и написано, что все должны для себя это были прояснить, но поскольку этот вопрос периодически, регулярно возникает, я хотел бы рассказать свой взгляд на эту тему. Прежде всего, я хотел бы поговорить в отношении самих названий, там, пастор, не пастор. У меня лично отношение к терминам, к названиям служительских должностей, более простое отношение, потому что вот среди верующих есть такой вот, ты пастор, а ты кто? Ты епископ, а он апостол, да, и как-то начинается какая-то такая путаница, кто такой апостол, кто такой епископ, кто такой, а если вдруг это апостол, а ты его пастором назвал, или это наоборот пастор, а ты его апостолом назвал, как-то неправильно. Я думаю, что важно сконцентрироваться не на том, кто как называется, а кто какие плоды приносит. Если на березу повесить табличку яблоня, из-за этого яблок она приносить не будет, или наоборот, на яблоне мы повесим табличку березы, это не мешает яблоне плодоносить. Точно так же, поймите, мы призваны приносить плоды для Божьего Царства, и как это назвать, это уже второстепенное, по моему мнению, название, да, вот, второстепенное дело. Меня вот часто там называют пастор, или старший пастор, или одновременно можно назвать епископ, поскольку у нас есть ряд дочерних церквей в нашем регионе, как правильно, без разницы совершенно. Иногда у нас церкви, как бы, вот, пастор называют только меня. Иногда я могу назвать пастором всех верующих церкви, всех лидеров церкви, потому что пастор это кто? Это пастух, который заботится. И вообще, вот, все вот эти названия служений, там, диакон, пресвитер, епископ, они же так или иначе отражали грани, которые необходимы для каждого Божьего служителя. Пастор это пастух, который пасет, ведет куда-то, да, к этому призван каждый служитель. Пастор, епископ, это блюститель, тот, кто заботится, к этому призван каждый служитель. Пресвитер, с греческого, это старейшина, да, безусловно, люди должны быть духовно зрелыми, лидеры особенно должны быть духовно зрелыми. Вот, диакон, да, служащий, очень важно, чтобы мы служили людям, а не были над ними такими важными командирами, да. То есть, все это так или иначе раскрывает грани, которые необходимо иметь каждому служителю Божьему. А уже потом, честно говоря, из этих вот грани сделали какие-то разные степени служения, такую целую иерархическую лестницу. И мы теперь ревностно смотрим, там, на какой ступеньке ты находишься, не называешься ли ты там выше, чем ты должен быть на самом деле находиться, где должен находиться. Поэтому, когда говорят, а почему там пастор, не пастор, да, иногда в церкви считают, что пастор только я один у нас, да. Иногда все служители, все лидеры церкви, все в той или иной степени являются пасторами. Вот, поэтому ваша жена пастор, как все верующие, в чем-то она пастор, да. И одновременно можно сказать, что пастор в церкви только я, потому что я являюсь пастухом, который ведет вот данную общину за Иисусом Христом, нашим пастырем-начальником. Поэтому вот я с этими терминами не такой вот как-то принципиальный, как некоторые, не такой. Другая сторона этого вопроса вообще в отношении женщин и служении женщин. Потому что важной особенностью Иисуса Христа, я бы так сказал, революционной особенностью Иисуса Христа, его отношение к женщинам. Оно было совершенно нетипично для первого века. Потому что и в иудейском обществе того времени, и в греко-римском обществе того времени, все-таки был такой мужской шовинизм, да. Уклад общества был очень патриархальный. И вдруг мы видим с вами, Иисус совершенно не следует стереотипам своего времени в отношении женщин. И есть много примеров в его служении. Например, знаменитый пример, история Марфы и Марии, когда Иисус приходит в дом. И в то время, естественно, мужчины собираются, обсуждают какие-то важные глубокие темы. Женщины в это время на кухне находятся. Там все делают, все готовят, чтобы мужчинам было хорошо, приятно беседовать. И вдруг из двух сестер, да, Марфа делает все правильно, как должна делать женщина на кухне. Все готовит. Ее сестра Мария села у ног Иисуса и стала слушать. Что совершенно было нетипично для женщин. И даже более того, это как бы предсудительно. Как бы надо знать свое место. Давай на кухне, давай готовь. Что ты тут сидишь с мужчинами, духовные беседы слушаешь. Это не порядок. Поэтому, когда Марфа стала критиковать свою сестру, это было совершенно естественно. То есть, совершенно обычная ситуация для того времени. Но вот ответ Иисуса был совершенно нетипичным. Который не только защитил Марию, но показал, что у Марии лучшая часть. И это лучшая часть, когда не только мужчины, но и женщины могут участвовать в духовных служениях, в духовном общении, в обсуждении глубоких духовных тем. Вот что важно. И поэтому, когда мы с вами в Евангелии натыкаемся на стихи, где говорится о том, что с Иисусом следовали женщины, мы на это особо не обращаем внимания. Но для того времени это вообще было необычно. Вот, например, Евангелие от Луки, 8 глава, 1-3 стиха. Посему, после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестуя Царство Божье. И с ним 12. Само собой. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. И поведение этих женщин для того времени, оно не только было необычным, оно было, прямо скажем, предосудительным. Предосудительным. Выходило за все нормы своего времени. Потому что одно дело, просто как-то помогать Иисусу деньгами там или пищей. А другое дело, странствовать по стране вместе с мужчинами, причем, которые еще не являются мужьями. Немыслимо. Вот тут перечисляется, конечно, наверное, самая известная спутница Иисуса Мария Магдалина. Здесь о ней говорится. И когда вообще читаешь Евангелие, когда читаешь литературу того времени, то создается впечатление, что Мария Магдалина, она была полноправной ученицей нашего Господа Иисуса Христа. И она, как и другие ее подруги, не покинули Иисуса во время распятия, а наблюдали, вдали находились, наблюдая за всем, что происходит. И уже с шестого века в католической церкви, в западной ветви христианства, Марию Магдалину безосновательно отождествили с проституткой. На основании того, что есть в Евангелии история об одной грешнице, которая пришла с алавастеровым сосудом, полным мира, и разбив его, стала этим миром умощать ноги Иисуса, вытирать своими волосами. И говорит, если бы Иисус знал, что это за женщина, он бы не позволил. И вот отождествляют, что это и была Мария Магдалина, хотя нигде в Евангелии оснований для этого нет. Это только более поздняя придумка. Ее отождествляют с грешницей, хотя на основании Евангелия мы видим, что блудницей Мария Магдалина никогда не была. Это лишь выражение патриархального настроя в церкви, которое проявилось в более позднее время. Следующее мы читаем в этой истории. И Анна, жена Хузы. И Анна, ее муж происходили из состоятельной галилейской династии. И мы видим, что муж ее, Хуза, занимал крупную должность при дворе Ирода Антипы. Для Иоанны уйти из богатого дома и пойти скитаться с Иисусом, это означало спуститься на много ступеней вниз по социальной лестнице. И одновременно подвергать себя критике за нарушение обычаев. То есть мы можем сделать выводы, что какая-то богатая аристократка услышала однажды проповедь Иисуса Христа. Это так коснулось ее, что она забыла о каких-то нормах своего времени, о высоком своем социальном положении. И отправилась странствовать с Иисусом и его учениками, помогая, чем может. И мы видим, что это был ряд женщин таких. И позиция Иисуса в отношении женщин была уникальна по тем временам. Тогдашний иудаизм не знал подобного примера. Поэтому мы видим, что взгляды Иисуса, к сожалению, поддерживались не так долго. Когда мы читаем послание апостола Павла, это примерно 50-й год, нового времени уже, мы видим, что там все еще видна важная роль женщин в служении первой церкви. Но уже к концу первого века мы видим снова патриархальные обычаи взяли вверх и сформировали уклад церкви на все многие последующие века. И только уже в 19-м, в 20-м веке, когда вообще роль женщины в обществе стала меняться, когда женщинам предоставили, слава Богу, образование, когда была борьба за права женщины, и когда роль женщины в обществе изменилась, тогда это и в церкви точно так же стало изменяться. И мы знаем, что уже в 20-м веке было немало известных женщин, которые проповедовали, которые учили, через служение которых было немало благословений. И поэтому сегодня, да, я пастор нашей общины в городе Екатеринбурге, но у нас в служении есть разные прекрасные сестры, женщины, как это было и в служении Иисуса Христа, это было, да. Моя супруга, одна из таких служительниц, и иногда, когда она чувствует наполнение, она о чем-то говорит, она делится какими-то вещами из своего сердца, и это приносит огромное благословение для многих. Если для вас это неприемлемо, ну, просто не смотрите. Но отказываться от служения женщины – это лишать народ Божий огромных, огромных благословений. Это значит быть своими мозгами не в этом веке и не во временах Иисуса Христа, когда Иисус показал иную роль женщины и в служении, и вообще в жизни общества. Это значит где-то быть в средних веках, где-то вот в мракобесии находиться. Что, мне кажется, печально. Это не только несовременно, это лишает нас огромных, огромных благословений. Поэтому в наше общение женщины имеют возможность в соответствии со своим даром служить и прославлять Господа вместе с братьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok